Всем привет! Я Даша и сегодня буду рассказывать о двух книгах, как-то уже традиция сложилась, что их именно две. Начну я в том порядке, в каком я их и читала. Это «Снежный цветок» и «Заветный веер» автора Лизы Си. Совершенно изумительная книга, впервые за очень долгое время была до такой степени увлечена. Проглотила её просто за два дня и проглотила быстрее, если бы ещё не всякие дела, которые нужно делать изо дня в день. Совершенно изумительная вещь. Это о Китае XIX века, причём не о каком-то центральном городе, а о глубинке, где всё ещё живы очень древние традиции, вроде забинтовывания ног. И все эти традиции, они очень подобно рассказываются читателю в совершенно увлекательнейшей форме. Эта книга может быть шокирующей для людей, информационно не подготовленных к некоторым традициям китайским. Я подкована, поэтому для меня это не было шоком. Но я думаю, люди, которые мало чего знают о Китае, они именно будут шокированы очень сильно до глубины души. Плюс тут ещё объясняется с Верем одна штука, очень занимательная. И сама сюжетная линия, она совершенно шикарная. Мне приходит новое сравнение с очень изящной и тонко сплетённой салфеткой, знаете, как из паутинок. Прямо вот такая, она очень тонкая, изящная. И вот эта история, которая повествуется в книге, её рассказывает сама героиня. И рассказывает до такой степени умело, что пока я читала, у меня было ощущение, что вот сидит героиня за столом, всё это пишет, а я стою у неё за спиной и через плечо подглядываю. До такой степени было ощущение живого присутствия. И сама сюжетная линия, может быть я повторюсь, до такой степени увлекательна, не отпускает даже на секунду от себя, пока вы не закончите эту историю и будете под глубочайшим впечатлением. И, пожалуй, если вы мне бы поручили составить 100 книг, с которыми обязана ознакомиться каждая уважающая себя читательница, эта книга занимала бы одну из самых первых строчек. И непременно бы вошла бы в этом списке уши. Обязательно. Сто процентов. О второй книге я этого сказать не могу. Это «Дневник книготорговца» Шона Байтела. Как любопорно рекомендовал мне эту книгу на главной своей странице, в рекомендациях. Я долго очень на неё смотрела, держала себя в руках, но потом психанула, не выдержала и купила. Тем более, любой читающий человек, мне кажется, с удовольствием почитает о чём-то, связанном с книгами. И, конечно, я просто не могла пройти мимо. Я всё-таки её взяла. Это в прямом смысле действительно дневник. Владелец книжного магазина. Это автобиографическая книга. Владелец книжного магазина просто в феврале начинает вести дневник и ведёт его в течение года, записывая каждый день скурпулёзно абсолютно всё, что происходит. Именно с ним. Неважно, касается это книга торговли или только его личной жизни. Например, что он не открыл магазин из-за того, что он страдал от похмелья, или отправился на рыбалку, на велосипедную прогулку. Всё это скрупулёзно записывается. Сколько было покупателей. Заработок за день. И многое другое. И записей здесь личного характера больше, чем профессионально, связанное непосредственно с книжным магазином. Я обнаружила вот что. Книга неплохая. В принципе. Но я обнаружила, что она на меня плохо влияет. Я стала вспоминать о плохих случаях, которые со мной когда-либо происходили. И некоторые случаи меня даже удивили. Я вообще о них забыла. Они стали всплывать один за другим в голове. И всё это именно под влиянием к книге. Мне не терпелось её дочитать, потому что мне снова хотелось быть милым человеком, которым я себя считаю. Может быть и необоснованным. Она вот, да, вот таким вот образом она меня привела. Конечно, все мы люди разные. Может быть, на вас она и не окажет такого виду, и они на меня оказала. Плюс к этому, да, я во многом схожа со взглядами автора книги. Но при этом некоторые черты его характера меня ввели в недоумение. Например, на страничке в Фейсбуке, которая посвящена магазину, автор и владелец магазина в одном лице пишет нелицеприятные вещи о покупателях, которые ему по тем или иным причинам не понравились. Я не считаю это корректным. Мне не кажется это правильным. И меня это несколько смутило. Меня это сильно смутило. Хотя вообще я его понимаю. Я сама работала с людьми долгое время. И я понимаю, почему он это делает. Но вот я всё-таки одно время хотеть это делаю. Одно дело хотеть это делать. И совсем другое практиковать. Если «Снежный цветок» я буду перечитывать однозначно когда-нибудь ещё, то вот дневник книга торговца будет поставлена куда-то на полку и забыта навсегда. Я не говорю, что книга плохая. Нет. Она нормальная. Я очень быстро её прочитала. Это показатель. Ну да, я ещё торопилась её прочитать, чтобы вспоминать плохое. Но всё-таки когда книга мне не заходит, я её читаю долго. Её я прочитала, конечно, не за два дня, но достаточно быстро. По-моему, за три. А сегодня всё. До скорых книг. Пока.